11 психологических фактов, которые скрывает наше сознание. Многое в нашем мире не так уже просто понять. Но, пожалуй, человеческий мозг остается самым загадочным явлением. Например, почему мы помним одни вещи и напрочь забываем другие? Почему ощущения при отказе напоминают физическую боль? Не волнуйтесь, мы во всем разберемся. Но сначала давайте займемся этим первым лакомым кусочком. Когда в ресторане быстрого питания или в любом другом есть таблица калорийности, люди чаще заказывают более калорийную и не самую полезную пищу. Вот как это работает. Вы приходите в ресторан, чаще всего испытывая невероятный голод. Организм как бы говорит нам «сейчас же покорми меня». Вы, конечно же, не станете с ним спорить, но тут ваше внимание привлекает таблица калорийности, уютно висящая на стене. В ней сказано, что большой жирный бургер с дополнительным сыром содержит 710 калорий, а большая порция салата «Цезарь» – около 500. И в этот момент за вас начинает говорить голод. Эй, разница всего 200 калорий, не так уж много. Сейчас вас заботит лишь возможность насытиться, а не всякие отдаленные последствия. Но не каждый из нас читает эти таблицы. И потому люди не осознают, что зачастую полезный салат может содержать столько же калорий, сколько и чизбургер. Но устоять перед вредной вкуснятиной очень непросто. Правда ведь? Вам может показаться, что в чрезвычайной ситуации вам будет гораздо проще получить помощь в оживленном месте. К несчастью, это не так. В действительности, если с вами что-то случится в толпе, вы рискуете пострадать от эффекта свидетеля. Доказано, что чем больше людей наблюдает за происшествием, тем ниже шанс того, что кто-то из них придет на помощь. Корень этого явления в том, что люди не стремятся брать на себе ответственность за происходящее, когда вокруг есть кто-то еще, способный сделать это. Вы когда-нибудь жаловались на небольшой выбор продуктов в магазине? Что ж, даже того, что там есть, может быть в действительности слишком много для вас. Когда перед вами возникает масса альтернатив, мозг может впасть в ступор, ему будет непросто принять решение. Над покупателями одного гастронома тайно провели эксперимент. Исследователи установили два стенда с продукцией. На одном было шесть видов джема, на втором – 24 вида этого лакомства. Первый стол с небольшим выбором предпочли 60% покупателей. 31% подошедших к нему людей приобрели один из продуктов. Что же касается оставшихся 40% покупателей, которые выбрали стол с большим разнообразием, то только 3% из них приобрели продукт. Как видите, меньше значит больше. Так что, если вы хотите продать что-то, постарайтесь обуздать вашу страсть предложить покупателям огромный выбор. А если вы покупатель, старайтесь сделать выбор максимум из четырех альтернатив. Каждый из нас предпочитает думать, что принимает взвешенное и рациональное решение, основанное на фактах. К несчастью, все не так просто. Практически любой наш выбор – результат неосознанной активности мозга. Подождите, как же телефон, который я выбрал недавно? Прежде чем купить его, я сравнил цены, функции. В общем, хорошо подготовился. Понимаю, но процессом все равно дирижировало ваше подсознание. Например, вы могли видеть рекламу продукта, и она застряла у вас в голове. Но не переживайте. Несмотря на то, что ваше подсознание в ответе за большинство ваших решений, они не обязательно являются неправильными. Ваш мозг анализирует 11 миллионов факторов в секунду. Поэтому процесс принятия решений в надежных руках. Ну, если бы у мозга были руки. Вы поняли, о чем я. И, кстати, о подсознании. Вам стоит почаще доверять ему. Оно способно принимать решения гораздо быстрее. Давайте снова вернемся к примеру с телефонами. Скажем, вы находитесь в магазине, продавец пытается склонить вас к покупке одной замечательной модели. Вам осталось лишь оплатить ее, и тут начинаются трудности. Вы ощущаете дискомфорт и неуверенность. Что же происходит? Именно в этот момент процессом начинает рулить ваше подсознание. Оно гораздо быстрее приходит к заключению, что предлагаемый вариант совершенно неприемлем. Если негативные ощущения сильны, возможно, все же стоит послушать свой внутренний голос, ведь он редко вас подводит. Существует лишь одно исключение, но в целом люди не способны выполнять сразу несколько задач. Возможно, вы уверены, что вам это удается. Это распространенное заблуждение. В действительности вы просто способны переключаться с одной работы на другую довольно быстро. Поэтому вы чувствуете, что многозадачность вам по силам. Так что же это за исключение? Если вы выполняете какую-то физическую работу уже в миллионный раз, вы можете одновременно занять себя умственной деятельностью. Поэтому вы без труда способны мыть посуду и думать о работе или говорить по телефону на ходу. Эмоциональные переживания воздействуют на те же участки мозга, что и физическая боль. Таким образом, если коллеги забыли позвать вас на вечеринку, это похоже на физическое воздействие, например, от удара. Как выяснилось, в процессе эволюции наше тело решило беречь собственные ресурсы, избрав экономный путь развития. В итоге единственная нервная система одновременно отвечает за физические и эмоциональные ощущения. Мое сердечко. Ваши воспоминания переменчивы. Вы воссоздаете их каждый раз, думая об определенном событии. Представьте, что воспоминания – это короткий видеоролик, который хранит ваш мозг. Каждый раз возвращаясь к нему, вы вновь задействуете те же нервные окончания. Но воспоминания способны меняться в результате произошедших событий. Представим, что вы и ваш партнер провели отличный пляжный отпуск. Вы сохранили теплые и романтичные отношения об этих моментах. Но затем вы расстались, и в результате ваш мозг добавил новые детали в идеальную картинку. Стало казаться, что ваш партнер был холоден и отдалился от вас, даже если все было совершенно не так. Теперь эти воспоминания вызовут совершенно другие эмоции. Вы воспринимаете текст не совсем так, как вам кажется. Несмотря на популярное в прошлом мнение, наш мозг не концентрируется на форме слов. Объект его внимания – форма букв и их последовательность. Сначала вы выделяете в словах буквы, лишь затем слово целиком. Даже если буквы расположены неправильно. Интересно, что периферийное зрение позволяет нам видеть не только текст перед собой, но еще 15 следующих букв. Строго говоря, мозг как бы предвидит грядущий текст. Если вам сложнее воспринимать текст, написанный заглавными буквами, как утверждают многие люди, то причина этого в том, что вы просто не привыкли к такой манере письма. Стоит немного попрактиковаться, и вам станет проще. Вы начнете воспринимать такой текст так же легко, как строчные буквы. Однако помните, что в современном мире использование заглавных букв могут соотнести с криком. Так что будьте аккуратны при экспериментах над друзьями и близкими. А вы можете прочитать это? Полегче, пожалуйста. Следующий факт может вас слегка расстроить, но такова правда жизни. Вы не очень-то способны предсказывать события. Доказано, что люди склонны переоценивать свою возможную реакцию на потенциальные события. Это касается всего хорошего и плохого, что может случиться с нами. Люди не в состоянии предположить, насколько плохо им будет, если они потеряют работу. Они также не могут предвидеть, насколько счастливы будут, выиграв в лотерею. Когда вы думаете о потенциальном несчастье, вам кажется, что вы будете огорчены гораздо дольше, чем бывает в действительности. Верно и обратно. Вы переоцениваете уровень вашего счастья, который ожидает вас при удачном развитии событий. Будьте особенно осторожны, отправляясь за покупками в плохом настроении или уставшими, или когда вам страшно. В таких условиях логотипы и бренда оказывают на вас максимальное влияние. Испытывая стресс, люди, как правило, не склонны пробовать ничего нового. Они выбирают знакомые продукты, которые хотя бы раз в жизни видели в телерекламе. Когда вы устали или взволнованы, вы тяготеете к знакомым предметам и таким образом попадаете в ловушку бренда. Так что отправляйтесь за покупками, когда вы счастливы и сыты. Голод не менее опасен. Какой факт удивил вас больше всего? Расскажите нам в комментариях. Обязательно поставьте лайк этому видео, отправьте его друзьям. Нажмите подписаться, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова